Доброго здоровьица! Сегодня мы с Танюшей разберем некоторые интересные аспекты астрологии. А вот интересно, почему именно 12 знаков, почему 5 первоэлементов, почему вообще год имеет 360 дней, а больше и не меньше? Такие вопросы не задавала себе? – Казалось бы, простые. Никогда я не задавала себе вопрос, почему в году 365 дней. – Да, откуда это число? – Никогда. К вопросу о 12, то есть, конечно, я думаю, многие задумывались, что есть 12 и кратные 3, и 12 апостолов. Здесь как-то вот оно вроде бы как-то рядом. – 12 апостолов. – Но я вам признаюсь, что нет, никогда не задумывалась. – А вот если еще глубже копнуть, в китайской философии имеется 8-3 грамм. 8-3 грамм. Именно 8, они больше, не меньше, с разными, причем они вот этими штучками. – Что такое 3 граммы для меня? Закрытый вопрос. – А, вообще закрытый вопрос. И вы знаете, мы с вами начнем тогда, и станешь из того, как вообще формируется пространство. И вот если взять, вот это у нас плоскость, для того, чтобы она стала объемной, это значит, ну вот, плоскость, да, мы должны еще поставить здесь точку. И у нас получается пирамидка. То есть, если мы берем, у нас должна получиться вот такая вот пирамидка. Вот, это самый первый кирпичик, который лежит в основе объемного пространства. Уже это объемное пространство, если тут посчитать интересные углы, она уже дает определенные, так сказать, числа, из которых уже очень много проясняется. Но, если мы с вами вот к этой пирамидке, что у нас имеется, откладываем на гранях еще по одной пирамидке, получается вот такая вот интересная фигурка, которая как раз и показывает, что она состоит из пяти вот таких вот пирамидок. – А здесь же четыре. – А в середине как раз так. Я же говорил, на гранях, когда откладываются средние пирамидки, получается. Далее я уже не буду говорить, но вперед немножко заскочу. А если мы еще здесь будем откладывать пирамидки, у нас уже, смотрите, какая фигура получается. Треугольник, потом идет, вернее, пирамидка треугольная у нас, потом, смотрите, какое сразу круглое такое пространство, интересно, формируется. Как формируется мир, можно так сказать. И вот, что получается. Согласно древней, будем говорить, философии, пространство состоит из пяти первоэлементов. Значит, опорный элемент – это земля, пирамидка эта находится там. И на гранях откладываются четыре другие, то есть откладываются, значит, воздух, огонь, вода и что еще? – Дерево. – И дерево. Ну, можно сказать, дерево. – А металл. – Или металл. А лучше, вы знаете, так сказать, вот эфир, воздух, потом, значит, у нас будет огонь, далее идет у нас вода и земля. То есть правильно так. Это уже просто, сказали, там, дерево или металл, или еще что-то. Но, тем не менее, их всего пять. – Эфир, воздух, вода, огонь, земля. – Да. Ну, говорит, откуда вообще берется число 12? Если исходить вот из пяти первоэлементов, которых мы уже знаем, вот они есть, да, то считаем грани. Раз. То есть у нас четыре пирамидки, по три грани. – Угу. – Это двенадцать. – Угу. – И оказывается, энергия вот как раз вот и обходит вот эти вот, по этим граниам пространства, и, ну, определенное время. И вот, когда говорят, что бывает тринадцатый знак зодиака, его не может быть по той причине, потому что пространство построено вот по такому вот принципу. Оно состоит из вот такого вот, ну, как бы сказать, многогранника, который имеет двенадцать грани. Причем двенадцать равных грани. – Вот в том-то и секрет, что есть понятие времени, которое потом через много лет в полусекундах набегает, и эти грани перестают быть равными. И вот этот тринадцатый знак появляется. – Сама структура пространства, она не меняется. Пускай время там что-то меняется, но структура никак не меняется. Она как была вот такая своеобразная, чистая, так и есть. – Да. – Да. – И вот смотри, теперь мы говорим о восьми три граммах, которые также присутствуют в китайской там философии. Почему я имею в виду три грамма? Три. Три ребра сходятся от грани. Раз, два, три. А этих вот сколько? Раз, два, три, четыре. Четыре выпуклые и четыре раз, два, три, четыре. – Вогнутые. – Вогнутые, да. И если с этих четырех выпуклых, можно сказать, энергия стекает, то с вогнутых она как раз накапливается в этих образованиях. И теперь смотри, мы говорили о том, почему год имеет 360 дней или, ну, будем говорить. А откуда это число взялось? Считаем, значит, одна грань у нас состоит из 180 градусов. Этот угол 60 и этот. То есть равнобедренный треугольник у нас он имеет 180 градусов. – Нет, а в сумме углов он имеет 180 градусов. – Да. – Так же нельзя сказать, что треугольник имеет 180 градусов? – Да, да, правильно, правильно. – Игни. – Игни. – 180 градусов вот этот треугольничек имеет. Но таких у нас треугольника 4. 4 умножаем на… – 3. – На 3. – Не, на 180. – На 180. И у нас получается 720. – Да. – 720. – Да. И вот смотрите, как раз тибетцы, там индусы говорят, что 72 дня активен один орган. – А так как, смотрите, ну 720 градусов, а так как у нас этих пирамидах 5, умножаем на 5, у нас мы сразу же выходим на цифру 360. Вернее, там получается 3600, но мы там отбрасываем эти бумаги, и главное, что у нас имеется… – 3600. – 3600. Ну вот нолик, если мы, говорит, отбросим… – А почему мы их отбросим? – Вот это я еще не могу сказать, но получается как раз, что… – Один даже нолик надо отбросить. – Один нолик, да, надо отбросить, и получается, что вот окружность имеет почему-то 360 градусов. – 600. – А почему она действительно вот именно вот так замеряется, а не 100 градусов, вы замерили, или 1000, полный, как у нас счет идет. – От нуля до 100, и все, дальше по 0, а нет, вот именно вот эти вот пространственные характеристики и задают тон всему – числам, пространству и энергетике, сколько она времени будет действовать. – И вот, если мы берем зеленый, это обычно, говорят, это энергия, у нас там, допустим, дерево или там печени, она, значит, эта энергия активна в течение 72 дней. – А вот далее, интересно, а как она дальше происходит? – Почему Земля, она активна 18 дней? – Следующий интересный такой… – Не 72, а 18. – Вообще-то в сумме она активна также 72 дня, но почему-то идет, вот Новый год начинается, 72 дня активно, значит, вот этот первоэлемент дерева, или, значит, ну, дерево так, сбиваемся на это, и печени активно. А потом 18 дней активна земля, активна селезенка, пожелудочная железа и желудок. – Почему? – Потому что энергия, она идет через центральную пирамидку, которая имеет, значит, сумму 180 градусов. – И она ушла на другую, на желтенькую, по этой желтенькой пробежала по всем, значит, ранним, это 72 дня, и опять цикл закончился, она через центр уходит там на сердце, на сердечную, можно сказать, пирамидку, через 18 дней. – Опять 72 дней. И таким образом все идет. И более того, если вот… А, погадал там несколько иная картина, да? Ну ладно. – Это что ж получается, в темпе вальса, допустим, сначала работает в течение 72 дней один элемент, и органы связаны с этим элементом. – Они повышенную активность. – Повышенную активность. – Да. – Потом идет обязательно кусочек земли на 18. – Через центр тела, который у нас положено здесь. – То есть органы, принадлежащие каждой энергии, чередуются всегда через центр. – Землю. Через центр, да. И как раз вот это мы и наблюдаем в китайском календаре, что все это у нас идет через, вы говорите, вот через землю. – Ну как это мы наблюдаем в китайском календаре? – Китайское и тибетское. – А как? Что вы имеете в виду? Какие китайские календаре? – Значит, ну я сошлюсь на тибетской. Такая есть книжка «Джудши», «Голубой дырил», в котором излагаются медицинские знания средневековых врачевателей. Ну они там из древности идут. Так вот, они говорят, начинается Новый год по китайскому календарю, и с 72 дня будет активная печень. Далее 18 дней активная, значит, селезенка, поджелудочная железа, то есть первоэлемент земля. И мы уходим на первоэлемент огонь, который длится 72 дня. С первоэлементом огонь связаны это сердце и тонкий кишечник. Далее мы опять уходим 18 дней на землю, активен желудок, поджелудочная железа, селезенка, и мы уходим на легкие. Легкие у нас как раз это, например, вот такая вот энергия изображается, да? Как раз первый элемент металл, говорят, да? Вот, первый элемент металл, который 72 дня активен. Активные легкие, активен толстый кишечник. Далее через 18 дней мы, наконец-таки, выходим на почки. И почки у нас также активны 72 дня. Вот откуда берется эти 72 дня, уже разобрали, да? 12 грани разобрали. Пространство, оно не может быть, оно пространство очень, мы будем так говорить, красивое и очень правильное. Оно не может по-другому просто на посту строиться. То есть его такая вот структура оказывается. И вот с этой вот структуры дальше уже строится шарообразная там Вселенная и прочее, 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 прочее. Вопрос. Таня вопрос задает. 365 или 366 дней в году – это вопрос, на который я уже знаю ответ. Значит, вопрос, куда же делись ваши, наши 5-6 дней, если в начале нашей беседы вы заговорили о том, что в году 360, да? А надо же, 365 или 66 – это вопрос задает западный человек. Почему? Потому что с точки зрения той же самой китайской астрологии каждый Новый год, обратим внимание, люди наблюдающие, наступает в разные дни. То 7 февраля он наступит, то 13-го. То есть вот, наверное, и это и есть 360 отчет, наверное, 360 дней по китайскому календарю. Просто здесь надо, я думаю, учитывать пространство и время. Вот у нас пространство, оно как было, так и остается. Но, чтобы его пройти, в некоторых случаях это понадобится, но идеально 360 минут, а в других – 365. И обычно мы немножечко запаздываем, просто-напросто мы дольше проходим. Я вам говорила про фактор времени, когда про 13-й знак говорила. Ну, фактор времени здесь все-таки не влияет, потому что 13-й знак, исходя из этой фигурки, он ниоткуда не появится. А я вам скажу, он появится просто от фактора времени, потому что что такое пространство и что такое время – это, собственно, вопросы, открытие которых – это следующая ступень развития человечества, вот из того, что я читала. Если пространство структурировано просто как кристалл, то время считается субъективной опцией, то есть время не может существовать без человека. То есть если бы не было человека, не было такого понятия времени. Если бы не было человека, пространство как было бы, так и осталось. Пространство живет и без человека, и с человеком. А понятие времени живет только с понятием человека. Я несколько по-другому к этому подхожу. Я просто... Что такое время? Время — это особая созидательная энергия, которая поддерживает пространственную структуру этого кристалла. То есть будет она его поддерживать в течение ста лет? Значит, будет. Дальше, если она не будет поддерживать, то есть наступает, как говорят физики, энтропия и распадается структура. То есть я считаю, и некоторые другие считают, что время — это как раз созидательная энергия, которая поддерживает ту или иную структуру, ту или иную форму. И опять-таки, если возвращаться уже к человеку, то существует такое понятие, как с первоэлементов, да, дальше уже идет образование человеческого организма. Так вот, уже аюрведа оперирует следующими понятиями, что в основе человеческого существа лежат пять первоэлементов. Значит, как раз они имеют свои особые чакры, вот, которые образуют тело. И, значит, что я еще хотел сказать, пять первоэлементов. Вот, да, они складывают такие понятия в аюрведе, как слизь, ветер и желчь. Так вот, слизь — это как раз энергия времени и гравитации. Времени, насколько фигура человека будет поддерживаться в стабильном состоянии. И вот у нас есть удивительный актер Владимир Зельдин, который уже живет где-то около стабильных. 98 лет. 98 лет. И как живет. Да, и как живет. Вот если бы вы посмотрели на его фигуру, когда он играл... Свинаркой пастухи. Свинаркой пастухи, извините. То получается, что вот его время и запас времени, который имеется в его организме, он очень долго поддерживал вот эту вот его фигуру, форму тела в стабильном состоянии. Как Бурченко говорила, я же, говорит, не гармошка, когда ей задавали вопрос, почему вы в такой прекрасной форме. Она говорила, я же не гармошка. Похудею, потолстею. То есть держать форму? То есть вы это имеете в виду? Значит, у нее был, значит, хороший жизненный принцип слизи, который держал форму. Дальше, вот эта как раз форма. Существует... А чем эту форму наполнить, чтобы она была живая или работала? Значит, она наполняется теплом и движением. И в результате получается, что вот эти вот процессы, которые идут в организме, значит, насколько долго организм может поддерживать свою структуру и поддерживать те процессы, которые в нем идут. А в некоторых случаях вот что там происходит? Если мало времени и мало силы тяжести, то просто-напросто человек становится, ну, он получается от природы такой маленький. И у него плохо организм держит форму. Он рано высыхает. Он сам виноват? Он мог по-другому... Он мог по-другому. И вот здоровый образ жизни, по большому счету, заключается в том, чтобы, исходя из своей конституции, знаю, просто-напросто те факторы, которые у тебя не сбалансированы, их поддержит. А именно, чтобы не высыхать. Если чрезмерно много ветра, значит, как-то его гасить. А гасить его можно с помощью масла. Та субстанция, в которой движение затруднено. Дайте в организм немножко съешьте масло, либо намажьте тело маслом. И наоборот, если человек полный, значит, ему надо использовать более сухую пищу. И, кстати, вот одна из таких... Более сухую? В сухомятку? Ну, можно сказать, ну, не столько в сухомятку, потому что есть пища, если она хрустит, она как раз и обладает вот такой вот сухостью. А, кстати, у нас капуста хрустит. И потому капуста используется чаще всего для тех людей, кто хочет сбросить лишний вес. Это один из идеальных продуктов, который это свойственно обладает. Вот. Какие еще вопросы по этому? 12 граней, 360, вот чтобы энергия обижалась, это получается 3600 градусов надо, да? Один вот этот вот, 720 градусов. Далее, углы, сколько у нас углов? У нас 8 углов. Кстати, еще Блаватская говорила, что вот тайна, как бы, жизни и мироздания заключена в восьмиграннике. И многие вот рисуют не шестигранник, а восьмигранник. Ну, и будем говорить, вот 5 первоэлементов здесь находятся, 12 каналов, 8 триграмм. Вот чем? Триграммы это что? Ну, триграмм, это надо просто-напросто тебе показать. Ну, как раз, как бы сказать, такие точки или углы, в которых собирается или концентрируется энергия. Ну, вот кратко сказал, что из четырех из них, она как бы янь уходит, стекает, а из четырех, вот именно, видишь, она накапливается. Я применение не могу вспомнить, триграммы. Вот есть гадания на китайской книге и цинк, там 64. Есть. А, там 64 что? Там 64, наверное, комбинации? Да, скорее всего. Из, наверное, восьмигранных грамм? Потому что 8 на 8 как раз происходит 64. Ага. Вот такие. Может быть, да. Все, оказывается, вот красиво и связано с математикой, с пространством. То есть математика все-таки, как ни верти, лежит в основе всех процессов, здоровья и прочего, прочего, прочего. Как прийти к религии однажды? Угу. Поговорили с человеком, который прочел много, много книг святых. Угодников. Да. В сухом остатке вы начните с математики, потом вы разовьетесь в философию и закончите религией. Мне это так понравилось. Математика, геометрия и вот эта философия и религия. То есть, чтобы познать мир вот в объеме, да, космоса и Бога, и Вселенной, и себя в этом месте, и как самого себя, и себя как часть этого всего большого, нужно начать просто с элементарной математики. Поэтому, мне кажется, в качестве просто предисловия и пилотной версии программы под названием, думаю, рабочим космические разговоры, тема «Почему 12 месяцев в году?» просто блестяще задано. Все начинается с точки Бога, да? Но для того, чтобы точка стала объемной, должна получиться линия, потом должно получиться, в смысле, плоское пространство. Да. Об объемной еще, четыре точки. Очень хорошо. У Гурджиева недавно читала, он там прям краткие выдержки тоже, его законы и принципы, там первые семь принципов, что-то вот. Первый принцип – это то, что есть Бог, к вопросу о точке есть. А второй принцип – это единство трех сил. И вы начинали построение рассказа о том, что это за фигурка, и пирамидки, что она обозначает. Именно с треугольника, то есть соединение трех линий, давайте. Да, трех линий. Трех линий. Это и есть те три силы. Появилась плоскость. Да, и вот с этого объем дальше пошел. И еще одна точка дает объемно. А чтобы дальше пошла, это как бы считается, вот эта фигурка, и самое интересное, она считается идеальной законченной фигурой. Четыре точки, все, оно все полностью. Для того, чтобы она дальше формировалась, она уже может делать в том, заключается, что идет как бы кристаллизация, должна быть затравка пространства. Если пространство – это такая субстанция, которая инертна, вот эта точка Бог, она дает ей затравку. Сначала раз, 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 потом объем появился, все, это можно сказать, вот Божество появилось. И дальше уже она на граних начинает откладывать саму себя. И смотрите, мы с вами показали пять первоэлементов, но эти первоэлементы, развиваясь на бочках, откладываясь в другие такие же пирамидки, получается вот эта вторая фигура уже. Понимаете? Уже объем кроника. Откладываем еще, она еще. И опять-таки, там вот это все откладывание, она тоже имеет свои, как бы сказать, числа. Она не просто откладывается, одна, два, потом три, там четыре. Она сразу, допустим, два, потом четыре, потом там шестнадцать, потом еще. Это вопрос уже прогрессии математической, все-таки мы к ней сводимся. Геннадий Петрович, можем сейчас долго говорить, я разрешите закончу вот эту мысль. То есть начали с точки, да? Вот эта точка развилась вот в этот идеальный макет мира. Потом это превратилось там в следующий, он тоже идеальный макет мира. И на здесь, и сейчас, на 18.05.26 февраля 2013 года, этот макет вырос вот в этот макет. Потому что вот это все тоже просто один ракурс одного большого мира. И на этом мы и закончим, да? И на этом мы начнем, потому что мы поставим эту точку, да, по той аналогии. И многоточие. Потом нас приведет к той точке, которая, возможно, станет финалом, когда люди говорят, и на этом мы поставим точку. А здесь мы только-только точку открыли. Продолжение следует...